Покажем остатки зимнего наряда тупика, то есть, когда птица еще зимует, у нее нет такого белого лицевого диска, то есть она практически вся темная, сторона лица, и отсутствуют так называемые красные роговые пластинки. Вот сейчас видно, что пластинки постепенно нарастают на клюв, лапы тоже не яркие, они обледные, и вот постепенно начинает проявляться такое гнездовое оперение. То есть это какая-то случайная птица, одна я такую наблюдал здесь, залетела, видимо, еще не успела освоить свое зимнее оперение. Ну, это такие мелкие объяснения отношений, без всяких конфликтов. Ну, вот часто любят собираться вот такие группы, сидят, общаются с друг другом, ну, достаточно миролюбиво. Ну, вот остров А. Остров Харлов. Единственное место, единственный остров в России, где в 1996 году загнездилась первая пара Северной Олуши. Ну, это, естественно, краснокнижный вид, крайне редкая для России, но с тех пор популяция увеличивалась постепенно, и сейчас ее количество приблизительно, ну, в последних данных нет, но приблизительно четыре сотни гнезд. Вот на предыдущей снимке, вот показан характерный биотоп для гнездования Северной Олуши. Также она занимает труднодоступные участки от наземных хищников, ну, и действительно, здесь они находятся в безопасности. Строят свои гнезда Олуши из всякого мусора, который плавает в море. То есть это обрывки сетей, веревки, какой-то, значит, водорослей. В общем, все, что попадется в поле трения на поверхности воды, все несется в гнездо, и достаточно таким, иногда, неаккуратным способом изготавливается гнездо. Ну, точно так же гнездо выглядели, скажем, и в Норвегии. Там тоже, если смотреть на их гнездовые поселения, то тоже вот такие скалы, вроде бы, белые от птиц, но вот перемежаются такими красно-зелеными цветами семнадцких сетей. Вот на этой фотографии как раз дал для сравнения. Это норвежская популяция, это достаточно большая. И вот здесь форма, вернее, ну, структура гнездо точно такая же, как и у нас в России. Надо сказать, что охотятся овощи, ну, таким тоже своеобразным способом. Ожидают проходящий косяк мойвы, тоже скумбрии, шпрот. И как только косяк появляется, все птицы по команде ловенообразно обрушиваются в воду. И их охота достаточно эффективна. Рыбы хватает, поэтому популяция, как и у нас в России, так и в северных странах, растет очень достаточно быстро. Ожидают еще место. Вот и, пожалуй, на этом все по делу разнообразия для животного мира Польского острова. Ну, еще в конце вот несколько картинок для настроения. Спасибо. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.